Современная медицина буквально творит чудеса. Оказывается, теперь можно лечиться трусами, но не обычными, а с биофотонами. Что это за ноу-хау? Как работает и действует ли на самом деле? Я попросила разобраться с своего друга Тараса Шпиру. Встречайте! Тарас, здравствуй! Привет! Какой ты сегодня суровый мужчина. На самом деле бородатое настроение, но, как говорится, это легко исправить с помощью бритвы и пенки. Да, а тема-то у нас серьезная, потому что на наш адрес пришли письма от наших зрителей, которые просят разобраться в этой теме. Для них это жизненно важно. Первое письмо от Веры Ивановны Ермак, которая пишет о том, что представители фирмы, которые продают продукцию с биофотонами, приходят буквально домой к людям и предлагают купить продукцию. Женщина-гипертоник, традиционное лечение ей не очень хорошо помогает. И вот Вера Ивановна пишет, я подумала, может начать лечиться этой продукцией, но она очень дорогая. Мне бы хотелось узнать мнение специалистов, чтобы здоровье не угробить еще больше и деньги на ветер не выбросить. А второе письмо, посмотри, какое оно обширное. Такое большое, и мне кажется, что внутри еще что-то есть, кроме просто письма. Да, Галина Яценко из Чугуева рассказала о своем негативном опыте, потому что продукцию с биофотонами она покупала на коленники, на локотники, перчатки, накладки на глаза. Судя по письму, трусы с биофотонами могли стать причиной тяжелого заболевания у одного из членов ее семьи. Женщина, поверив рекламе, которую она увидела в газете, купила множество продукции с некими биофотонами и обратилась с просьбой. Дорогие мои, Надейка та Тарасы, будь ласка, расскажите в одни из передач, что это за биофотоны, как они вплывают на хворобы, а что стоит людям с такими маленькими пенсиями, как у меня, 994 гривни, купить такие вещи. И Галина Дмитриевна предложила не только письмо, но и рекламу из газеты. Вот, кстати, вырезки. Это газетные вырезки, да. Именно таким образом Галина Дмитриевна узнала об этой продукции. Я бы хотела поблагодарить наших зрителей за то, что вы обращаетесь к нам с просьбой. Для нас это честь и важная задача разобраться во всем, помочь вам и, быть может, предупредить тех людей, которые стоят на грани выбора и думают, стоит ли воспользоваться таким предложением, либо не выбрасывать деньги на ветер. Наденька, как мы видим с тобой, белье с биофотонами рекламируется с помощью газет. Кроме того, активно рекламируется продукция с биофотонами также в сети интернет. Очень много я видел разных рекламных обещаний, банеров. И после того, как начал работать над этой темой, решил детально совсем разобраться. Биофотоны – это один из современных методов альтернативного ликования. Если читать рекламные оголошения, складывается выражение, что они помогают от всего. И все благодаря уникальному випроминюванию, которое вроде бы имеют подребненные до стану пилы лекарские растения. Таким образом, трусы с биофотонами продают, как лекарства от проблем с статевыми органами. А пижамы с биофотонами – от всех негарастей. Большинство продукции такого плана вырабатывают в Китае. И продают ее по всему свету. Причем цены в десятки раз выше за обычный одежда. Что меня смутило в первую очередь? Указывается и обещается помощь при лечении катаракты, помощь при лечении мигрени, мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта, всевозможных ревматитов. Настолько обширно, и все это с помощью продукции, в которой есть биофотоны, очень заинтересовало. Тем более после таких писем. Поэтому совсем детально мы сейчас будем разбираться. Полезна или не полезна такая продукция, мы еще разберемся. Но хочу обратить внимание, друзья, при участии журнала «Добрые советы» я объявляю конкурс полезных советов. Если вы знаете, как облегчить быт при помощи подручных средств, вывести пятна, избавиться от моли, быстро почистить рыбу или любые другие советы для дома, поспешите прислать их нам. Победители конкурса станут участниками рубрики с нашим всезнайкой Тарасом Шпирой. Детали конкурса можно найти в журнале «Добрые советы» либо у нас на сайте. Давайте вместе сделаем жизнь всех украинцев лучше и счастливее. Да, Тарас? Да, Наденька. Продолжая нашу тему, хотелось бы обратить внимание на то, что сегодня мы с вами разберемся, что такое биофотоны, как они влияют на человека и действительно ли они способствуют в лечении серьезных заболеваний. В искусстве информации про биофотоны мы обратились за телефоном, который вказан на сайте фирмы, что позиционирует себя как украинский представитель компании с выгоденными скаргами, чтобы детально узнать принцип действия этого ноу-хау. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А я вам звоню по поводу белья с биофотоном. Это к вам обращаться? Да. А вот меня интересуют наколенники и мужские трусы. Я вот читала объявления там в газете, но меня интересует поподробнее, от каких проблем можно избавиться? Трусы мужские, ну, в первую очередь, это простатит, аденомо-представительные железы, но здесь требуется более длительное ношение. Ну, и заболевания тоже бедные суставы. А я читала, что там еще бесплодие, это правда? Да. А про наколенники расскажите, пожалуйста. Вот иногда колени крутят, знаете, особенно когда на погоду, вот крутят колени, очень сильно поможет? Да, это ревматоидный актрит, очень хорошо помогает. А трос немножко хуже лечит на наколенниками. У меня вот актриды, вот эти все там, метеозависимость суставов, когда суставы болят, как у меня не было. Вот это все лечится очень хорошо. А скажите, за счет чего? Что такое вообще биофотоны? Я не понимаю. Это какие-то вещества? Биофотоны. Биофотоны – это излучение, которое производит лекарственная трава, переработанная особым образом с применением на ноги на угле. Они, травы, в живом виде замораживаются до температуры минус 170 градусов и, конечно, потоками воздуха распыляются. При такой температуре все вещи становятся хрупкими. И получается супер мелкая давенная пыль. Вот именно эта пыль и обладает такими полярными средствами. Вот излучают вот эти биоволны, да? Это биоизлучение. Оно открытое еще было в 1924 году. Это растительное и естественное природное. А вы сами пользуетесь? А как долго вообще все это надо носить? И постоянно ли, или там можно на ночь одевать? Ну, все зависит от тяжести заболевания и от того, как можно заболевать. Если головная пуль, допустим, устраняют за 15 минут. А если простатит, например, как долго нужно носить? Очень просто. Просто исчезают признаки простатита. Ну, практически сразу. Практически сразу? То есть там за несколько дней поможет? Да-да-да. Буквально несколько дней уже исчезают признаки простатита и больше не напоминают о себе. А вы официальный дистрибьютор? Потому что в интернете много всяких сайтов. Я не знаю. Я официальный дистрибьютор, я могу предоставить все документы. А у вас есть документы? А сертификаты там? Сертификаты есть все. Украинские есть. Хорошо, спасибо. Тогда я хочу заказать какие-то наколенники, да, и трусы мужские. А посчитайте, пожалуйста, по деньгам, сколько мне это будет стоить? Одна пара наколенников и мужские трусы с биофотонами. Это 1100 гривен. 1100 гривен. Не найдемократичнейшая цена. Та за такие обещанки дистрибьютора грошей не шкода. Адже, если вы неправдивы, то речи с биофотонами куповать выгоднейше за будь-якие лики. Аналогичные трусы с биофотонами приобрела наша зрительница. Как бы необычные, да? Ну, как бы необычные, да? Смотрите. Ты представляешь, сколько в случае, если это работает, проблем можно решить приобретением трусов с биофотонами? Поскольку товар не из дешевых, мы проверили каждое слово, которое было озвучено нам при покупке данных товаров с биофотонами. Я хочу, давайте я вам звонила, не помните, наверное, пару дней назад, наколенники приобрести и трусы мужские биофотонами. А надо постоянно носить для этого? Нет, ну я вам все это постоянно ношу просто для здоровья, для профилации. А вреда никакого не будет? Переносить его нельзя? Абсолютно нет. Какие-то противопоказания? Ну, я вам лишь говорю, я себе поменяю эту продукцию для себя в том числе. Я вам дам диск, там врач очень хорошо рассказывает об этом. Да, конечно. Там врач очень хорошо рассказывает, как работает эта продукция, какие результаты она дает и все остальное. Я возьму только, скажите, вы официальный точно дистрибьютор, это не подделка? А, это значит подтверждает, да, что? Здравствуйте. Вот диплом был. Благодарность за распространение этой продукции. Можно, да, посмотреть немножечко документы? Ну, а там больше нет. Сертификатов? А нет, да, больше нет. А сертификаты еще другие? Ну, вот именно конкретно эту продукцию интересуют. Ну, здесь сертификаты на текстильное изделие для такого. Объясненных документов мы не побачили. Незважаючи на это, не робимо висновки в заздалегидь. Далее вы узнаетесь, как Тарас Пира переверил, чидиевый одяг с биофотонами в лековании того, для чего он призначенный. Ты знаешь, Тарас, меня очень насторожило, что уже на этапе работы с документами, когда всего лишь нужно было показать вам определенные документы, вас уже пытались обмануть, причем практически явно. Да к тому же стоит вот это белье так, как будто шил какой-то именитый дизайнер. А ведь многие покупают сразу несколько товаров, потому что, ну, это вот здесь будем лечить, потом сверху что-нибудь и на шею, и так далее, и так далее. И сумма получается, которая сильно кусается. И каждый покупатель получает вот такой вот специальный диск, на котором умные люди с серьезным выражением лица, возможно, даже с учеными степенями, рассказывают о том, насколько это чудодейные товары. И насколько биофотоны являются чем-то чудодейственным и именно тем, что нужно вам для избавления от всех болезней. На самом деле, мне кажется, что любой, кто пройдет вот такую вот беседу или такое вот общение, плюс получит такой диск, каталог, на 100% будет уверен, что товары с биофотонами помогают и работают. Да, ну это как бы сила внушения, общения, скажем. А нам нужно оценить объективный эффект. Гучные обещанки у нас завжди викликают сумнів. Тому мы решили переверить продукцию с биофотонами у дии. Придбавши наколінники, знайшли двух добровольцев зі скаргами на дискомфорт у колінах під час зміни погоды. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Лариса. Что не так с вашими коленками? Ну, у меня вот на погоду часто крутят ноги. Ну, ощущаю иногда хруст в коленях. Ну, бывают такие даже, вот, в зависимости от погоды, бывает такое, что я даже не могу уснуть. Меня зовут Максим. Часто у меня ноют суставы. Колени или локти, ну, колени больше. Когда пасмурно, когда сыро, когда солнца нет, ну, вот, когда сырая погода. И все сделали за схемою, что нагадує клиничное дослідження. Одному волонтеру віддали выріб с обіцянками швидкого одужання, власне, як указано на сайте продавца. В то время, когда вы надеваете их на себя, это позитивное излучение, оно исцеляет ваши проблемы. Оно улучшает микроциркуляцию крови. Организм сам себя исцеляет за счет того, что он носит вот эти вот вещи с биофотонами. Если у вас вдруг закрутило колени, вы надеваете на колени, и через 15 минут боль должна стихнуть, боль должна пройти, и вы должны ощутить комфорт в коленях. Иншому вручили с побажаньями швидкого одужання, але без жодных обіцянок. Их нужно носить по 8 часов в сутки, то есть, например, вы можете спокойно их надеть на ночь, да, и просто, ну, стоять их. Через неделю мы с вами встретимся, и вы поделитесь своими впечатлениями. Расскажите, помогло вам или нет. Больше того, как писала паня Галина, собі товар она куповала, прочитавши рекламу в газете. А родичеви, який, возможно, постраждал от биофотонів, на очи реклама не потрапила. То есть, человек не знал, или действует, или действует данный выреб. Согласно с условиями эксперимента, волонтеры носили на коленники тиждень, и после этого поделились впечатлениями. Впечатления замечательные. Сутки прошли, я даже с лестницы спустилась, вообще сбежала с лестницы даже. Ну, не стала садиться в вид. Ну, потом на протяжении недели я продолжала это носить. Мне кажется, что вот эта новая технология, как бы, вообще даже вот как-то все ушло. Ощущение очень хорошее. Исчез хруст в коленях. Здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Итак, неделя прошла. Да, надевал ваши наклейники. Вот, и несколько раз за эту неделю была такая погода, при которой у меня ломит суставы. Например, непосредственно был дождь во второй половине дня. И когда он начался, я их надел. Вот, ну, и они на мне были столько, сколько вы сказали, 8 часов. И нет, мне они не помогли. А какие были ощущения вообще? Больные ощущения, как будто просто нога теплее. Вот так. А боль не проходила. Вот. Ну, я горчон, но мне они не помогли. Как видим, точки зрения волонтеров разделились. Зверните внимание, участник, которому мы ничего не обещали, в своих комментариях был скупейший за то, кому мы добряче розрекламировали биофотоны. То не уже обещания продавца впливают на эффект от наколинников? Отримавши такие результати, мы вырешили продолжить доследование. Участники, которые присоединились к нашему эксперименту, у них не было каких-то серьезных заболеваний. У них просто была повышенная чувствительность в коленях, там, на погоду, на перепады какие-то температуры и так далее. То есть, как бы назвать какие-то конкретные диагнозы мы не можем. Но они говорили, что очень бы хотелось бы что-то, для того, чтобы от дискомфорта в коленях, к примеру, избавиться. А наколенники с биофотонами, как сказано в описании к ним, помогают и от этого. Я поняла. И они сами заявили желание проверить эффективность, да? Помогает или нет. А поскольку, согласно выводам санэпидемстанции, это белье безопасно для носки. Мы легко смогли приступить к выполнению нашей задачи. В любом случае, опасности здоровья людей мы не подвергаем таким образом. Чтобы продолжить исследования, месяц тому наши журналісти подали в интернете оголошение про эксперимент. Уси охоти могли попробовать ноу-хаус современной медицины. Наколенники, как и выготовленные с использованием новейших технологий. В оголошении никаких переконаний в деятельности и ни слова про то, что мы сомневаемся в деятельности этого метода борьбы с дискомфортом в коленях. Добровольцы не забаррелися. Какие у вас проблемы с коленями? Я в последнее время начала замечать, что на ветреную погоду как-то крутят колени. То есть не какая-то сумасшедшая боль. Терпимо, в принципе, но дискомфорт точно чувствуется неприятно очень. А у вас какие проблемы? У меня была травма лет шесть назад. Я каталась на лыжах и травмирована у колена. И периодические боли. Елена. Владимир. Меня беспокоит, особенно когда магнитные боли у меня начинают болеть коленные суставы. Передавила колено после растяжки. Чтобы подтвердить или простить наши предпущения, мы разделили волонтеров на две группы. Двом участникам эксперимента журналісти отдали продукцию, пообіцявши разрекламованный нам миттевый эффект биофотонів. Вы хотели бы избавиться от своих проблем. Мы вам предлагаем сегодня протестировать новинку. Это наколенники с биофотонами. Уникальность этой ткани в том, что на ней нанесены эти биофотоны, которые под воздействием человеческого тепла начинают излучать биоволны длиной 5-25 микрометров. В чём преимущество этих волн? Восстанавливается кровообращение. Это снимает воспалительные реакции, все воспалительные процессы, застойные реакции, всё, из-за чего возникают наши болезни, наши заболевания. Естественным путём организм как бы самовосстанавливается и сам исцеляется. Наколенники помогут вам избавиться от проблем, которые у вас существуют. Для того, чтобы вы ощутили какой-то эффект, нужно буквально 15 минут. Более подробную информацию вы можете узнать вот с помощью этих дисков. То есть вы ознакомьтесь, послушайте ещё раз профессоров об этой всей продукции. Двом иншим передали наколенники без рекламы и обещанок. Спасибо большое. Проверите, попробуйте на себе, как вам помогло, не помогло, потом поделитесь впечатлениями. Кроме того, этого раза мы дали людям два тижня на тестование. И совсем скоро вы почуете, что думают про это медичный ноу-хау волонтеры после двутижневого использования. И, наконец, вы узнаетесь, что же такое биофотоны, Тарас? Надо об этом разобрать. Наденька, мы сейчас разберёмся. По сути, у нас с тобой, да, подведём итог. У нас есть четыре добровольца, которые получили наколенники с биофотонами в подарок. И согласились сегодня прийти к нам в гости для того, чтобы поделиться своими впечатлениями. Мы немного позже обязательно их послушаем. И сейчас предлагаю тебе, наконец-то, разобраться, что же такое биофотоны. Термин биофотон выгадал немецкий физик Фритц Альберт Попп понад 40 лет назад. Так он неофициально назвал притаманным всем живым растениям и животным мизерное электромагнитное выпроминювание, або, если говорить правильно, фотоны. Самое выпроминювание возникает в период постоянного движения атомов и ионов в клетинах лишь живых организмов. И это не есть ноу-хау. Предметы, способны выпроминювать только тогда, как получают энергию от стороннего джерела. Например, после нагревания. Понятие биофотоны вообще в физике не существует. Сказать биофотон, это все равно, что сказать камень, фотон, стуло, фотон, ну и так далее. Существует понятие фотонов. Это те частицы электромагнитной энергии, которые излучаются, ну, в принципе, любым объектом. Любой биологический объект и растения тоже излучают в своем спектре, они излучают электромагнитную энергию. Дело в том, что биофотоны, они вообще как бы малоизучены. Мы не нашли ни одного доказательства того, что они вообще хоть как-то влияют на организм. Со слов эксперта понятно одно, что биофотоны это частицы, которые излучает тот или иной предмет. Ну, это еще в физике, в школе мы... Так вот, понимаешь, в чем дело? То есть, по сути, это может быть любой предмет, который напитал в себя солнечную какую-то энергию и потом ее в какой-то мере отдает. Это может быть что угодно. Вы можете пить воду с фотонами, есть помидоры с фотонами, сидеть на стуле с фотонами. То есть, все, что вас окружает, если оно или нагревалось, или было под воздействием солнечных лучей, по сути, уже с био... Хотя такого понятия в науке, как биофотоны, нет, вот практически не встречается. А вот фотоны, о них можно найти много интересной информации. На сайте компании, которая предлагает эти товары, поданы такие клинические испытания, которые нельзя считать достоверными, понимаешь? Так как они не соответствуют всем нормам проведения. Существует в мире стандарт по проведению клинических исследований, которые предусматривают, что должна быть выборка добровольцев. И добровольцы должны быть одинакового возраста, одинакового пола, одинаковые расовые принадлежности, одинакового фенотипа, соответственно, и желательно с одинаковой, где-то с похожей историей болезней. Больная 80, больная 40, больная 27 лет. Как можно сравнивать 80 и 27 лет? Тем более беременная женщина, у которой все показатели будут другие. 13 лет – это близорукость. То есть то, что мы видим, по сути дела, это не результаты клинических испытаний, это больше рекламное описание белья с биофотонами, которое не имеет отношения к клиническим исследованиям и клиническим испытаниям. Мы обращались во всевозможные европейские медицинские учреждения, институты, в которых мы не получили информации о том, что биофотонами можно хоть как-то помогать здоровью человека. Мы узнали у украинских служб, которые занимаются охраной здоровья. Это Гослегслужба и Министерство здравоохранения, Санэпидемслужба. Они никакой информации о том, что биофотоны или фотоны могут способствовать улучшению здоровья, нам не предоставили. На наши вопросы мы получили низкую ответственность от профильных ведомств. Государственная служба с лекарственных средств поведомила, что одежда с биофотонами не имеет права продаваться как лековальный, потому что не проходит соответствующие сертификации в Украине. А Государственная санитарная служба констатировала факт, что выработки с биофотонами не имеют лековального действия и ввозятся просто как одежда с массажным эффектом. Интересно, что массажного эффекта можно достигнуть, если пришить обычные гудзики в середину наколинников, трусов или другого одежда. Вдохновляя больше информации про действия так называемых биофотонов, мы наступили на интересное видео. Международная фундация инновационных исследований и разработки альтернативных методов лекования в свое время интересовала у винахидника биофотонов Фрица Альберта Попа или можно лековать хоть что-то. Потому что в странах Европы начали продавать не просто трусы с биофотонами, а рекламуют навіть апараты, которые производят лековные биофотоны. Відповідь Поп надислав листом, который, цитует, керевник фундации. Він пише, ми ніколи не стверджували, что джерела биофотонів можуть хоча б якось вплинути. На точні взаимозвязки в живому організмі виключають можливість створення навіть апарату, який би виробляв биофотони, такі, які випромінює живий організм. Та попри це завжди є шарлатани, які хочуть вірити в такі дива. І тут стільки вопросів визникає, що невозможно не розмутиться даже в какой-то момент. Але якщо вірити реклами цієї продукції, яка розміщена в газеті, то там є излучення 5-25 мікрометри, по-моєму. Все правильно. Що це за излучення і як воно вліявляє на організм? Наденька, по сути, це інфракрасне излучення, яке сейчас повсеместно используються во всевозможних рекламах. Коли я почав вчитыватися, мене дуже насторожило то, як написано в інструкції. Под воздействием температуры тела человека біофотони, які нанесені на ткань, вони излучають це інфракрасне излучення. Прошу. Оскільки речі з біофотонами рекламують як вироби з лікувальнуй дією, ми віддали зразок такої продукції для повного обстеження в руки фахівцю з виробництва сертифікованних медичних виробів. Ніху відчування тепла зовсім. Але те, що тут присутствують синтетичні ткані і резина, це однозначно. Для того, аби виявити наявність випромінювання від 5 до 25 мікрометрів, нам довелося знайти надчутливий прилад – пірометр. Спершу перевірку прийшла білизна з біофотонами, якою ще ніхто не користувався. Самі труси визначають те ж саме, що вони потребляють. Тобто, от вам комунатна температура, вони нагреты до комунатної температури, і це видно на табло прибору. Ось і все. Ніякої своєї собственої злучательної способності я, наприклад, тут не наблюдаю. Тепер перевіряємо згідно з інструкцією. Після нагрівання цього ізделі на тіле температура зарегістрування змінилась на 1 градус і 2 дідесяти. Значить, все-таки правда, ізлучення действительно є? Наденька, а тебе не смутило вообще, не смутило тот факт, що ізлучення появилось в той момент, як наш доброволец просто взял і нагрєл його своєм тілом. Тобто, по сути... Понимаєш, це практично так, як сказано в інструкції. Надя, зараз ти знаєш, і ви з Наденькою те, яке вони отримали від окружаючої среди. Тепер перевіряємо згідно з інструкцією. Труси стали теплішими, як того і слід було очікувати. Власне, як і білизна з біофотонами. Причому випромінювання трусів за 50 гривень і трусів за 50 доларів після прикладання до тіла людини було однаковим. Значить, обе ізделі після нагрівання на тіле чоловіка мають однакову температуру. Різниця в 1-2-десяти градуси. Але це вже об'ясняється просто тим, що одне ізделі більш плотне, воно більше держить тепло, а вторе дуже тоненьке, і тому воно швидше остывает, швидше віддает. Совершенно необязательно за таку сумшедшую стоимость покупать вот эти вот изделия. Получається, що у обычного белья таке же излучення, як у белья з біофотонами? Надя, це то, о чому я тебе говорил. Белье, обыкновенне белье, нагрелось от человеческого тела, і по сути, нет никакой разницы, що ми прикладували к телу вот такі специальні труси з біофотонами і обычні труси, які нагревались і злучали аналогичну температуру, то есть специалист нам это прекрасно прокомментировал. По сути, нет никакой разницы между трусами за 30 гривен і за 600. Слушай, ну ты сам говорил, що в інтернете є положительні відзуви людей, котрим помогло белье з біофотонами. На самом деле, у мене також этому є объяснення. Наденька, сьогодні у тебе в гостях участники нашого эксперимента. Нам хочеться узнать у вас, помогли ли вам наколенники избавиться от тех симптомов, которые вас беспокоили? Здравствуйте, меня зовут Анастасия. На протяжении двух лет я начала замечать, что на ветреную погоду у меня очень болят суставы колени. На коленнике больше снимают усталость, чем неприятные ощущения, на самом деле. Ну, тёпленько, хорошо. Но усталость как-то снимают, да? Усталость снимают, если ноги немножечко закинуть наверх, то есть они выше туловища, тогда, да, отлично, супер. Ага, но вы в наколенниках это делали, да? Да, конечно. И было лучше, чем без наколенников? Или точно так? Да, да, было лучше, но ненадолго, на самом деле. То есть не тот эффект, которого бы вам хотелось, но какой-то эффект есть, правильно я понимаю? Да, эффект есть, но не до конца. Ну, вопрос такой интересный, вы бы хотели бы эти наколенники у себя оставить? Да, хотела бы. Хотелось бы, да? Да. Чтобы мы всё-таки вам подарили? Конечно. Да? Прошу, ваше мнение. Меня зовут Татьяна. Долгое время были сильные боли, и вот особенно на погоду тоже такие вот именно нервная боль в коленях и ниже в голени. И пользуясь наколенниками мне действительно помогло, хотя первые два дня я ощущала боль, вот усилилась боль. Обострение? Да, было обострение, а потом вот действительно, и вот сейчас такие перемены погоды были в последнее время, и я не ощущала ни боли, ничего, никакой реакции на изменение погоды. Да, и я очень довольна. Спасибо. Спасибо вам. То есть вам нужны такие наколенники для здоровья? Да, мне очень помогли, и я бы хотела им пользоваться дальше. Хорошо. А можно вот во втором ряду замечательная, очарательная девушка, вам слово прошу. Здравствуйте, меня зовут Елена, у меня профессиональная травма, я хореограф, и занимаюсь гимнастикой дополнительно, и у меня смещение коленной чашечки. Уже эта травма около трёх лет, я дико мучаюсь, я лечилась, забыла уже, что такое каблуки, на холоде могла остановиться, не идти какое-то время, это действительно мучение. К коленнику, конечно же, я отнеслась скептически, ясное дело, кусочек ткани, что он мне может дать. Так. Ну, самое интересное, я его одевала не на целый день, а приходя домой вечером и ложилась с ним спать. натягивала я два наколенника на целую ногу, от бедра до колена. Удивлена была, что действительно какое-то тепло и пощипывание, и на утро я ощущала, как будто, знаете, батарейка зарядилась, у меня нога была как намагниченная, серьезно. То есть, по сути, вот вопрос самый главный, вам помогло, вы почувствовали облегчение? Помогло, но я не знаю, излечила ли он у меня, может быть, сняло какие-то симптомы просто. Но, однако, эффект вы заметили, то есть, это явное улучшение. Серьезно, да, явное улучшение. Я без шуток могу сказать. Я ощутила серьезный, действительно, результат. Ну, прекрасно, помогло. Спасибо вам огромное, да? Да. Владимир, пожалуйста, ваше мнение о нашем эксперименте. Последние полгода я ощущал боль в коленях. Ну, собственно говоря, на коленнике. Мне не помогли. Нет? Нет. Это то же самое, что термобелье, только еще какой-то ухудшенный вариант, мне так кажется. Носил я их постоянно, и все равно никакого результата положительного я не заметил. То есть, вот тебе еще одно мнение, спасибо вам огромное. Не помогло в данном случае Владимиру абсолютно никак. Давай подведем итоги. Давай подведем. У нас четыре участника эксперимента, двое из которых утверждают, что им помогли на коленнике. Так. Один человек говорит, что никакого эффекта, и есть участник, у которого так, то ли помогли, то ли не помогли. 50-50. Да. Но ты видишь, хоть и разброс мнений, но все-таки есть люди, которым помогло это белье с биофотоном. На самом деле, я хотел обратить внимание на то, что все участники нашего эксперимента использовали абсолютно одинаковые наколенники. Покажите нам их, пожалуйста. Они же у вас с собой. Продемонстрируйте, пожалуйста. Татьяна, можно вас попросить сейчас вот дать нам эти наколенники, чтобы мы посмотрели на них ближе? Прошу. Поаплодируем Татьяне. На самом деле, такие вот достаточно симпатичные, да, вот у нас наколенники. Да, но они тоже великоваты. Великоваты немного, видимо, размер немой. Посмотрите. Слушай, ну, симпатичные наколенечки. Вот эти вот наколенники из натуральной, качественной ткани пошила наш мастер на все руки Оля Волкова. Предлагаю и вам, и нам посмотреть следующий сюжет. Сегодня мне поступил необычный заказ. Это не сумка и не брошка. Это наколенник. Ну, так как попросил меня мой друг Тарас Шпира, то, конечно же, я соглашусь на эту авантюру. Тарас попросил меня максимально повторить дизайн этих наколенников, потому я выбираю трикотажную ткань. Она натуральная, хорошо тянется и по цвету тоже приближенная. Ну, и для того, чтобы сделать четыре пары наколенников, нам понадобится порядка двух метров ткани. Все необходимое у нас есть, можем начинать. Теперь переходим к шитью. Теперь нам надо вывернуть и мы получаем наш наколенник. И теперь осталось нанести термопечать с логотипом фирмы. Спасибо. Давайте сравним. Действительно идеально похоже. Спасибо большое за работу. Пожалуйста. Итак, наш наколенник готов. Хочу напомнить о том, что на ткань мы потратили 20 гривен на два наколенника. Плюс 17 гривен нам обошлась печать терма на один наколенник. Итого 34 на пару. Все вместе 54 гривны и два наколенника готовы. Тарас, твое задание выполнено. Это не наколенники с биофотонами. Это обычная ткань, в которой нет никаких пупырышек и, ну, тем более нет тех биофотонов в том понимании, в котором шла речь в рекламе. И мы искренне счастливы, что правильно настроившись, вы действительно смогли помочь себе и, используя обыкновенную ткань, на своих коленях ежедневно, думая о улучшениях, таки к этим улучшениям пришли. С чем я вас и поздравляю. А сейчас давайте я вам покажу оригинальные наколенники с биофотонами, которые мы приобрели за 500 гривен. Давай вот сравним, Наденька. Ты держи наши наколенники без биофотонов, и, собственно, вот эти вот с биофотонами стоят 500 гривен. Вот, пожалуйста, обратите внимание, что название чуть-чуть отличается, оно очень похоже. Ну и после этого эксперимента, я думаю, улыбка появилась на лицах многих, кто за нами сейчас наблюдает. Ну да, на лицах многих улыбка, а у наших-то участников не мой вопрос. Ведь действительно помогли наколенники. Наколенники из обычной ткани. Да. Как это можно объяснить? Наденька, здесь все просто. О принципе плацебо мы с тобой говорили уже много раз. Согласна. И здесь уникальность в том, что если вы себя настраиваете на выздоровление или на какие-то изменения, они будут происходить. Эффект плацебо это научный термин. Это когда человек себе сам внушает, что что-либо оказывает благоприятный позитивный эффект. Например, для того, чтобы был эффект обезболивания, нужно человеку ввести обезболивающий препарат. Если же точно так же ввести физиологический раствор. и если человек будет убежден в том, что там находится обезболивающий препарат, то он так же не будет ощущать боли. По сути, самовнушение. На коленнике, я думаю, что это классический пример эффекта плацебо, но отнюдь не действует в реакторе. И в данном случае неважно, на коленник это на колено, на локоть или на другие части тела. Если вы в это верите, в этом главный принцип, это обязательно вам поможет. Благодаря отзывам, которые есть традиционно, как мы уже очень часто разбираемся и убеждаемся, их пишут сами дистрибьюторы. Притом, и, собственно, и видео, которые они дают на диске, специально записано. Очень часто там встречаются актеры, которые высказывают свое мнение как профессор или кандидат наук или доктор или так далее. Все для того, чтобы вы поверили в чудодейность. То есть способ продажи продукции и способ подачи при продаже влияет на то, как на вас эта продукция подействует. Речь не идет о выздоровлении, речь идет о каком-то избавлении от симптомов, которые вам мешали, не давали спать, танцевать, прыгать, бегать, любить и радоваться жизни. На самом деле, в то время, пока вы самовнушением скрываете симптомы, вы можете запустить реально существующую болезнь. и это может привести к очень печальным последствиям. Еще раз хочу поблагодарить людей, которые согласились поучаствовать в эксперименте. Снова хотелось бы с вами поговорить и услышать ваше мнение по поводу того, как вы думаете, почему вам помогло, за исключением вас? Я думаю, что мне помогло, потому что, во-первых, самовнушение, я вообще внушаемый человек, а во-вторых, просто надо тепленько что-то на колени мне действительно накладывать, для того, чтобы было как-то получше и мне комфортнее жить. Лена, пожалуйста, вы. Я сделала один вывод, нужно просто внимательнее относиться к своей ноге и все-таки ее лечить более серьезно. Вот и все. Вот даже удивительно, почему вы до сих пор не пришли к этому выводу, и мы очень рады, что именно этот эксперимент подтолкнет вас, возможно, к тому, чтобы обратиться к врачам. Наверное, это... Я обращалась к врачам, к многим, они сказали, в следующий раз, еще раз будешь так же растягиваться, меня себе колено. Я много пользовалась кремами разными, я очень много делала даже уколы и все остальное. Ну, видимо, мне не нужна химия, мне нужно просто тепло. Я просто нашла метод, который мне помогает случайно, благодаря вашей передаче. Спасибо большое. Прекрасно, да. Ну, и ты знаешь, вот, возможно, такое отношение медицины, может быть, я сейчас немножко так грубовато, да, не все специалисты реально помогают людям, которые к ним обращаются. Таким образом, благополучно подталкивая их в руки других людей, которые очень много обещают, но не могут это выполнить. При этом обещают очень смело и как... Спасибо, Тарас. Получив сегодня такую большую порцию объективной информации вместе с вами, я верю в то, что справедливость восторжествует. И, пожалуйста, берегите себя. Спасибо. Теперь улучшить свою жизнь с помощью наших советов еще проще. Нажимай подписаться и узнавай из первых уст мои рекомендации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова